В Жамбылской области по факту отравления детей и педагогов школьной столовой села Сар-Кемер Байзакского района полицейские возбудили уголовное дело. Стражи правопорядка начали досудебное расследование по статье 304, часть 1 Уголовного кодекса. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее массовое заболевание или отравление людей. Вечером 7 ноября после посещения столовой в больницу обратились более 40 человек. 35 из них госпитализировали. 33 это учащиеся начальных классов. Для выяснения причин массового отравления в регионе по поручению Акима области создана рабочая группа. Более подробно готова рассказать моя коллега Анастасия Сулейманова. Настя, расскажите, где произошел инцидент и как чувствуют себя пострадавшие? Здравствуйте, Надежда. Массовое отравление произошло в школе-гимназии Киркбаева, села Саракимер. На сегодня после обеда в школьной столовой учащиеся и некоторые педагоги почувствовали недомогание. В итоге к вечеру на больничной койке оказались 33 школьника и двое учителей начальных классов. Еще 13 после оказания медицинской помощи отпустили домой. У всех пострадавших одинаковые симптомы. Это рвота, тошнота, слез и повышенная температура. Предварительный диагноз – пищевое отравление, кишечная инфекция. Всем пострадавшим оказали диагностические и лечебные процедуры под контролем областных специалистов и главного инфекциониста страны. Но сейчас о состоянии госпитализированных расскажет главврач больницы. Состояние этих детей стабильное, ближе к удовлетворительным, жалоб особых не предъявляет. Температура снизилась, тошноты, рвоты нет. Дети активны, принимают, значит, пищу. Состояние педагогов удовлетворительное. Они уже просится домой. Как говорится, тоже жалоб особых не предъявляет. Наряду с этим также мы вчера проводили рейды подворных обходов. Было создано 16 мобильных бригад. На дому было вчера осмотрено до 3 часов ночи, значит, 350 детей. Известно, что в столовой пообедали 463 человека. В меню были плов, свежий салат и компот. Сейчас работу в столовой остановили. Там специалисты лаборатории СЭС взяли необходимые анализы. По словам местных властей, бактериологические исследования проведут в течение 5 дней. В частности, в отношении предпринимателя, ответственного за школьное питание, в школе-гимназии имени Кирикбаева возбудили уголовное дело. Проверят все 82 школы, которые он обслуживает. По итогам расследования будут приняты самые жесткие меры, отметили в Акимате области. Кроме того, после произошедшего проверить на качество питания намерены все школы региона. На этом у меня все. Надежда. Анастасия, спасибо за информацию. Мы продолжаем выпуск. Продолжаем выпуск.